Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь приветствуем вас в центре скейтбордического катания в магазине Squat. На этот раз мы переместились в стаганке в самый центр Москвы, отсюда даже немножечко кремль видно, в магазин, который находится в ЦДМе, в центральном детском магазине на четвертом этаже. Тоже большой, красивый и очень насыщенный магазин Squat. Сегодня наш обзор о долгожданной новинке, которая появилась в Squat, а именно о большой поставке Кет Вэнс. Поставка настолько огромная, что в один обзор все не влезло, иначе бы он смотрелся, учитывая, сколько я люблю рассказывать, там как голливудское кино какое-нибудь, а то и сериал. Поэтому, как и сериал, мы разделили его на несколько частей. И сегодня поговорим про самые интересные коллаборации из новой поставки Вэнс. Начнем, наверное, с самой такой девчачьей, не побоюсь этого слова, коллаборации Вэнс и Сейлор Мун. Я думаю, что те, кто следит за компанией Вэнс, знают, что наконец-то у этой компании появилась промодель девушки под именем Лизи, которую так и назвали, Велизи модель. Она чем-то похожа на высокие кеды скейт-хай, но, скажем так, чуть-чуть более женственная, чуть-чуть более легкая. И, естественно, раз такая женская модель, почему бы не сделать коллаборацию на одном из любимых, наверное, всех девчонкиных мультиков, а именно Сейлор Мун. Лунная призма, дай мне силу, как говорится. Что еще, кстати, интересно, на всех вот этих коробках прямо написано, какого дня они должны поступить в продажу, чтобы никто, не дай бог, не начал их продавать раньше. Что тоже очень приятно. Появляется, кстати, такая наклейка на реально самых редких и самых интересных коллаборациях бренда. Итак, открываем. Ну, здесь, в принципе, все просто. Конечно же, сразу думается, что такие кроссовки должны напоминать чем-то Луну в матроске и быть обязательно белого-синим, немножко, может, красненького цвета, может, с такими помпончиками и прочими девчачьими вещами. Но здесь мы все-таки говорим про скейтбординг, поэтому здесь, да, есть отсылки к знаменитому классическому мультфильму. Выглядят они вот так вот. Здесь это просто черно-белые кадры с главными героинями сериала. В принципе, с одной стороны, передан и дух такой девичьей ностальгии, а с другой стороны, чисто скейтбордические кеды, интересные для катания. Посмотрим, кстати, в этой модели, что у нас с подошвой. Ходить в ней или кататься? Ну, однозначно кататься, друзья. Кстати, если вдруг переживали, что нет совсем никаких цветных вставок от Сейлор Мун, то вот здесь вполне себе цветной логотип Сейлор Мун на пяточке, стельке. Вот такая интересная модель, очень интересная. Переходим дальше к еще одной коллаборации на основе азиатских мультфильмов. Честно вам скажу, до того, как рассказывать про эти кроссовки, я знал, что они есть. Я знал, что есть такая манга. Догадывался, что, скорее всего, одна популярная. Но когда начал, что называется, подготавливать информацию, я очень сильно удивился. И я думаю, здесь тоже будет такой интересный момент, что кто-то вообще про это ничего не знает. А те, кто знает, скорее всего, будут говорить, что я в каких-то мелочах ошибаюсь. Поэтому постараемся пройти между Псциллой и Харибдой, что называется, в этом плане. И рассказать, что было интересно всем. В общем, это коллаборация японской манги One Piece и, опять же, кроссовок Vans. Чем интересна вот эта вот манга One Piece? Я этого вообще не знал. Да, знал, что она популярна. Но, оказывается, на сегодняшний день это самая популярная японская манга. Началась она в 90-х годах. Во второй половине 90-х годах было снято уже больше 10 полнометражных анимационных фильмов. Выходят сериалы и до сих пор еще выходят именно манги по этой истории. На сегодняшний момент это реально самая популярная манга в истории, которая побила много рекордов. Самый большой тираж первого номера, самая быстро распродаваемая манга. И более того, она сейчас уже стала самой популярной мангой в мире после, вот я забыл, то ли после Бэтмена, то ли после Супермена. То есть всего один из этих супергероев смог победить японских пиратов. А именно про них эта история. Это рассказ про команду пиратов, которая возглавляет человек в соломенной шляпке, который в детстве съел волшебный фрукт под названием резина-резина и получил способность растягиваться и стягиваться. Вот такая интересная способность, о которой, думаю, каждый иногда тоже призадумывается. И вот про его приключения, про его команду уже наснимали столько выпусков. И я думаю, что более такая прозаичная история, почему этот коллаб появился. Появился именно у Vans, у компании, которая не совсем близка к японскому рынку. Появился он потому, что в этом году компания Netflix сделала уже свой игровой сериал по данной манге. Соответственно, чтобы его поддержать, чуть пораньше были запущены вот эти вот кеды. У нас в коллаборации представлены две модели. Первая это у нас классические скейт-хайи. В принципе, коллаборация, ну, с одной стороны, она очень-очень сильно похожа на такие классические сейчас японские коллаборации. Некий такой слегка гличевый рисунок, отсылка к главному герою. Ну, в данном случае, так как это пираты, то здесь у нас вот такой листок, что разыскивается пират. И вот такая замечательная, интересная девушка. Одна из главных героинь. Есть дополнительный набор шнурков, и кто хочет не белые замарать, а черные. Есть вот такая классненькая бумажка с надписью о том, что это коллаборация в One Piece Events. И сами по себе такие, ну, вполне себе классические скейтовые кроссовки. Мне она, кстати, напомнила коллаборацию с Neck Face. Может быть, из-за того, что там тоже был оранжевый цвет. Может быть, просто по общему настроению. Но, в принципе, на мой взгляд, кеды получились достаточно интересные, которые подойдут как просто любителям скейтбордического катания, так и тем людям, которые у нас любят эту мангу. Еще один тест. Стоит ли у них кататься? Кататься у них однозначно стоит, потому что стилька здесь очень хорошо подготовлена. А, да, ну, еще сзади вот такой вот логотип самой этой манги One Piece есть. Есть следующий кроссовок, который у нас тоже есть. И это у нас уже модель низкая, олдскулы. Как говорится, олдскулы свело. В принципе, практически та же самая история, что есть у нас классическая модель, где просто нанесен некий рисунок, относящийся к данному сериалу. Тоже небольшая наклейка, которая у нас оповещает о том, что это коллаборация. И вторые шнурки здесь тоже радикально такого цвета. Верните мой 2007 год. Сентябрь горится, друзья. Продолжает гореть. Вот такая интересная модель. И следующая коллаборация, которая тоже мне показалась очень интересной. Коллаборация с нью-йоркским брендом Frog Skateboards. Бренд, который появился 5 или 6 лет назад, 2015 или 2016 год, появился очень интересно. Это были ребята, которых выгнали из различных команд других брендов. И которые сначала шутки ради говорили, давайте придумаем свой бренд, назовем его Лягушка. Лягушка, прикольно. Один парень не умел рисовать, и поэтому начал рисовать какие-то дизайны, которые он считал будут достойными данного бренда. Рисунки действительно были дурацкие, но очень яркие, очень самобытные. И в результате ребята посидели, почесали голову и сказали, а давайте сделаем футболочки с ними. После того, как футболочки начали очень хорошо продаваться, ребята начали уже делать и деки. И так появился действительно такой бренд Frog Skateboards. Более того, из-за того, что ребята находились в центре Нью-Йорка, из-за того, что они активно катали, из-за того, что они вроде как считались такой околомодной тусовочкой, со временем на них обратили внимание и другие бренды, и другие магазины. У них был совместный коллапс с магазином Noah, с брендом Noah. А потом они дошли еще и до такого гранда скейтбординга, как Vans. И вот еще в 2021 году была выпущена первая коллаборация. Кстати, вроде бы частично она и здесь представлена. Да, вот это вот кеды как раз из 2021 года. В принципе, они полностью отображают суть этого бренда. Дурацкие дизайны, все такое несерьезное, но в то же время то, что, наверное, будет как раз своей непосредственностью и вот этой вот отказом от того, чтобы быть показушно крутым, здесь очень хорошо передается. Опять же, стилечка у нас здесь идет с попкашем, то есть вот такая здоровая, поэтому для всех ваших трюков они тоже очень и очень хорошо подойдут. Вторая модель, она мне понравилась даже больше, чем первая, потому что она прям такая, ну, на мой взгляд, передает еще больше настроения вот этого вот детства, играющего у людей в пятой точке, а именно такая отсылка к браслетикам, которые очень часто носят детки из этих, из съедобных каких-то конфеток на руке или просто какие-то детские браслетики, ну, где тоже есть маленькая лягушечка, где тоже есть какие-то другие такие вот символы, еще одни кеды из коллаборации Frog. В общем, мне очень понравилось, что ребята смогли перенести свою вот эту вот непосредственность, свою какие-то дурашливость, вполне серьезную компанию, сделать вот такую вот коллаборацию. То есть одно дело, когда ты делаешь какую-то расцветку, а здесь еще добавляешь прям ярких элементов сверху. Прикольно, что Vans этой компании это позволил, и кеды, на мой взгляд, получились очень и очень интересными. Поэтому, кто знает тех, кто катается за Frog, кто любит какие-то нестандартные решения в своей обуви, и кто считает, что мир действительно сегодня слишком серьезный, обратите внимание вот на эти кеды, у которых тоже, кстати, кататься вы сможете очень хорошо, судя по вот этой вот стельке. Вот такой вот обзор. Ну, что вам хочется сказать? Люблю заканчивать какими-то, может быть, такими слегка витиеватостями, слегка напутствиями. Поэтому узнавайте что-то новое, как я сегодня узнал про вот эти манги. Обратите на них внимание, посмотрите, может быть, действительно, этот мультик будет интересным и вам понравится. И тоже будьте непосредственными, будьте не слишком серьезными. И в то же время добивайте своих целей, как ребята, которые из какого-то маленького прикола сделали вполне успешную компанию, которая теперь делает коллаборации с Vans. С вами был Дмитрий Егоров. Добро пожаловать в учебный год. Надеюсь, все сделали домашние задания, купили контурные карты и нарисовали что-нибудь мелом у нелюбимого одноклассника на спине. До новых встреч! Пока! Продолжение следует...